Стоимость решает многие вопросы. Далее переходим на горизонтальную поверхность. Вторая верхняя часть, она монтируется на пирог. Утеплитель просто кладем на пароизоляцию. Дом сейчас находится на завершающей стадии теплого контура. И в этом обзоре будет интересное интервью с руководителем компании по плоским кровлю. Где мы будем обсуждать, почему мы принимали те или иные решения. И также подробно все этапы монтажа. Все материалы переехали на плоскую кровлю. При этом освободив практически весь участок. Десять дней прошло, как мы залили перекрытие. Начинаем снимать и разбирать опалубку. Пароизоляция Пароизоляция приклеивается только к парапету. Битумный праймер и битумная пароизоляция на основе полиэстера. Основная плоскость к монолитному перекрытию не приклеивается. Рулоны пароизоляции склеиваются горячим способом между собой. Находим закладные подворонки ливневой системы. Нам очень повезло с погодой солнца и никаких дождей. Перекрытие полностью высохло и мы уложили пароизоляцию. Пароизоляция Воронка на плоской кровле имеет две основных части. Первая это нижняя часть. Она монтируется на пароизоляцию. И вторая верхняя часть. Она монтируется на пирог утеплителя. Поверх которой будет мембрана. Нижняя часть воронки монтируется в подготовленное отверстие. К ней будет присоединяться ливневая канализация. После ливневой системы мы делаем вентиляцию и канализацию. Также будет несколько проходок под камины. Армирование которых мы еще делали на этапе перекрытия. И только потом приступаем к пирогу утепления. Первая воронка на этом корпусе. Вторая воронка на этом корпусе. Здесь выполнено алмазное бурение под дымоход. Как показывает практика удобнее выполнять профессиональным оборудованием. Потому что отверстие получается в нужном месте и нужного диаметра. Когда вы ставите закладные могут быть неточности. Первым выполняется утепление парапета. Далее переходим на горизонтальную поверхность. Утепление 200 миллиметров. И уже потом сверху раскладываются клиновидные элементы. Которые создают уклон к воронкам. Здесь мы ранее делали алмазное бурение под дымоход. Уже проходной элемент полностью готов. Сделали всю необходимую подготовку. Утеплитель, геотекстиль, мембрану. Закрепили края. Приступаем к сварке. Когда мы делаем плоские кровли, мы используем систему балласта. Для чего это? На бетонном основании находится пароизоляция. Если мы будем дюбелями крепить утеплитель, который вы видите здесь, то это будет сотня, а может быть и тысяча отверстий самой пароизоляции. Соответственно, могут быть проблемы с конденсатом. Когда мы используем балласт, то мы утеплитель просто кладем на пароизоляцию и варим мембрану. И только потом на мембрану укладываем балласт. В данном случае это будет щебень. Воронка плоской кровли. Уже в готовом исполнении. Пятачки, которые вы здесь видите, это усиление слабых мест. Их ставят, как правило, на пересечении нескольких элементов. Подготовка под дымоход камина. Ранее в видео мы вам уже показывали это место. Когда будет происходить установка оборудования, мембрана будет вырезаться в этом месте, ставятся проходные элементы, а сверху будет металлический колпак. Выполнена полностью кровля. Осталось положить сверху балласт. Приступили к подготовке подоконные системы и раздвижные двери. По всей поверхности плоской кровли расстелен геотекстиль. Далее краном поднимаем щебень и рассыпаем тонким слоем порядка 5 см по всей поверхности кровли. Таким образом, утеплитель, который никак не закреплен к бетонному основанию, держится за счет верхнего слоя щебня. Делаем надрез на мешке. Управляя мешком и краном, мы зонами рассыпаем щебень для уменьшения трудозатрат. Мы выполнили все этапы работ по устройству плоской кровли с балластом. Последним из которых была укладка щебня. Теперь переходим к обещанному интервью с Александром. Я Сергей, компания Лофтхаус. Мы выполнили проектные работы и строим этот дом. Александр выполнял кровельные работы. Добрый день, меня зовут Александр. Я занимаюсь устройством надежных плоских крыш на загородных домах и коттеджах. На данном объекте мы выполняли плоскую кровлю по балластной системе. На этом проекте в устройстве плоской кровли использовалось монолитное перекрытие, утеплитель ППС и мембрана с балластом. Балластная система на данный момент это основной вид кровли, который мы предлагаем для загородных домов. У балластной кровли есть ряд значительных преимуществ и практически нет недостатков. Александр, в устройстве этой кровли мы приняли с вами решение сделать мембрану с балластом. Какие основные за и против в этой технологии? Ну, если говорить про мембрану ПВХ, то это более современный материал, например, если сравнивать с той же самой его наплавляемой гидроизоляцией. Балласт мы применили, потому что есть некоторые преимущества, например, балласт защищает гидроизоляцию от прямых солнечных лучей. Что у мембраны ПВХ, что у наплавляемой кровли основной разрушающий фактор это как раз ультрафиолет. Соответственно, засыпая кровлю балластом, мы увеличим ее долговечность по сути. Второй момент. Мы уходим от механического крепления. Для того, чтобы закрепить ПВХ мембрану, некоторые используют крепеж, и механический крепеж крепят в основании. Но я лично считаю, что механический крепеж по бетонному основанию не очень хорошее решение. Так как при... Ну, для того, чтобы закрепить механический, нужно сначала перфоратором пробурить отверстие и в теплоизоляции, и в пароизоляции. Потом туда вставляется сформат, саморез, и диаметр саморезов всегда меньше, чем диаметр того отверстия, которое, получается, пробурили перфоратором. То есть, по сути, в решении с механическим креплением по бетонному основанию у нас бы получилось вместо пароизоляции попросту решето. Мы применяем механический крепеж, но достаточно редко, чаще это по деревянному основанию, где не нужно как раз перфоратором делать отверстие. Ну, и еще один положительный момент балласта заключается в том, что многие боятся, что там прилетят какие-то бакланы, могут проклевать мембрану, какой-то фейерверк там с соседа залетит зимой и так далее. Вот как раз балласт, он защищает кровлю от каких-то механических таких повреждений или воздействий извне. Подводя итоги устройства этой кровли, мы имеем защищенную поверхность кровли с балластом. У нас целый слой пароизоляции надежный, и эту кровлю мы можем использовать как эксплуатируемую. Да, может быть по балласту из-за грави или щебня достаточно тяжело ходить, хотя в принципе можно, но если заказчик вдруг захочет эту кровлю эксплуатировать достаточно часто, то данный балласт можно убрать. То есть щебенку можно аккуратненько снять и сделать террасное покрытие, например, из доски, там ДПК или лиственницы. Данная система монтируется на регулируемые опоры, лаги и соответственно сверху доска. То есть получается такой как бы своего рода фальшпол, который вся эта система монтируется сверху, не повреждая опять же гидроизоляцию. И эта система также будет являться балластом для кровли. По поводу снятия щебня. На мой взгляд, проще было бы расчистить пятачки под каждую опору и просто установить их и сделать террасу, не занимаясь уборкой щебня. Ну вот, теоретически это возможно, но это будет, во-первых, это будет лишняя нагрузка, получается. Во-вторых, в данный момент щебенка, она будет выполнять, или гравит, да, будет выполнять роль такого своего рода фильтра. То есть какие-то листья, если иголки будут падать, то они будут равномерно распределяться по основанию. Если как-то будет их накапливаться слишком много, то можно использовать ветродувку, чтобы их сдуть. Но если какой-то мох будет расти, и какая-то там даже трава появится, то в принципе ничего страшного. Вода уходит, получается, как по дренажу водосточной воронки, и проблем как-то таковой нету. Если мы монтируем террасу, то нежелательно на самом деле, чтобы по террасной доской какая-то вот эта живная заводилась, трава там, мох и так далее. Мы, когда делаем террасу как в виде фальшпола, в местах воронок монтируем ревизионный лючок, для того, чтобы можно было его открыть в любой момент. И почистить вот этот лиственник, в который в любом случае будет по поверхности, между доской всегда будут попадать какие-то иголки листья, какой-то мусор там и так далее. Дальше водичка дождевая будет смывать в нижнюю точку к воронке, к лиственнику. И открывая лючок, мы можем почистить. Если щебенку не убирать, то, соответственно, почистить такую кровлю не представляется возможным. Я уже не говорю о том, что какие-то остатки еды, например, если попадут между досками, они не смогут пройти до момента, где их можно убрать. То есть мусор будет накапливаться и, возможно, какие-то последствия. Ну, это не очень хорошо. Александр рекомендует щебень убрать. Но это уже на ваше усмотрение. Все равно есть два варианта. У каждого есть свои последствия. Ну, на самом деле, если раз в год там подняться, или два раза в год подняться на такую крышу, хочется поэксплуатировать ее, то, в принципе, по такому основанию можно ходить. То есть, поскольку под щебнем находится достаточно плотный гилтекстиль, то вот эти камни, они не повреждают гидроизоляцию. Можно даже поставить какой-нибудь тут, я не знаю, шезлонг, позагорать и, в общем, провести какое-то время, но, в общем, без... ну, немного, нечасто. Да. Также на эту кровлю можно сделать газон. Есть технологии, которые позволяют сделать здесь травку. Если вы хотите чувствовать в каждом части вашего участка себя в зелени и с этим, то стелите здесь газон, поднимаетесь, загораете и будете получать удовольствие. Ну, по поводу газона, на самом деле, есть два вида газона, тоже немножко расскажу. Есть газон, как кровля экстенсивная зеленая и интенсивная. Экстенсивная – это та кровля, за которой не нужно ухаживать, которая сама по себе живет, которую, там, не нужно поливать, допустим, не нужно траву косить, там, и так далее. То есть, если посадить обычный газон, обычную траву, то в любом случае она будет расти, и для того, чтобы комфортно по ней ходить, нужно ее, ну, как минимум, косить. Плюс, если какие-то там жаркое лето, как вот это лето выдалось, там, несколько недель, вообще дождя не было, такую кровлю нужно поливать. Это немножко неудобно, доставлять какие-то определенные хлопоты, да, то есть, косить траву, ну, какую-то газонокосилку поднимать или что-то такое, это не очень хорошо. Есть такие кровли, как экстенсивные, это немножко другой газон, как это, очутковые, такая трава, это такие небольшие, может быть, кустарники, которые растут у нас, либо вообще на каких-то горах и скалах, которые легко приживаются, за которыми не нужно ухаживать, там, в тундре, например, где-то такие, как там, почвопокровные, или как они там точно называются. Это тот газон, который, за которым не нужно ухаживать. Ну, вот, поэтому для зеленых кровель мы больше его рекомендуем. На ваш выбор уже, что делать на этой кровле, но вы, с учетом своей фантазии и технологии, можете сделать разные, применить решения и использовать их. В устройстве этой кровли был использован экструдированный пенополистирол. Александр, почему принято именно это решение? Ну, в плоские крыши применяются, в основном, три вида утеплителя. Самый простой, наверное, это минеральная вата. Этот материал больше используется для промышленных объектов, так как пожарные наши не пропускают экструдированный пенополистирол для использования на промке. Но в коттеджном строительстве, когда заказчики строят сами для себя, такой проблемы нету, поэтому мы можем использовать экструдированный пенополистирол. Этот материал может быть более горючий, но с учетом того, что у нас снизу идет бетонное основание, сверху мы засыпаны балластом, то как бы даже прямого доступа огня к этому материалу нету. По своим свойствам экструдированный пенополистирол, конечно, лучше, чем минеральная вата. Он не боится воды, он не впитывает ее, его можно хоть под дождем оставить, ничего не произойдет, в отличие от минеральной ваты. Если какая-то немножко она влаги в себя вберет, она ее все равно напитает, как бы кто ни говорил, то она, соответственно, теряет свои свойства. Да, это может быть и дождь при монтаже, потому что очень сложно подобрать такую погоду, чтобы все было идеально. И также пар также может попасть в минеральную вату, то есть всегда есть риски, когда вы выбираете этот материал. Есть еще один материал, это в качестве утепления, которое принимается, это плиты PIR, пенополизоцинурат, но он достаточно дорогой, ну и не каждый заказчик, соответственно, может его позволить. Ну, считается, что он по своим свойствам превосходит уже экструдированный пенополистирол. И если не ошибаюсь, он уже не такой горючий опасный. Да, он уже не боится, получается, как это называется? Он не поддерживает горение. Он не поддерживает горение, поэтому его применяют даже иногда на промышленных объектах, где, в принципе, пожарные его пропускают. Но единственный минус у него, он дорогой. Стоимость решает многие вопросы. На плоских кровлях есть два основных вида ревневых систем. Первый вид – это внешний, когда вода стекает по фасаду. И вторая – это внутренняя. В данном проекте спроектирована и реализована внутренняя ливневая система. Александр, скажите о каких-то деталях этой системы. Ну, все правильно. Есть внутренние воронки, которые идут через дом. Возоточная система, которая проходит через дом, которая всегда в тепле. Соответственно, у такой системы есть преимущество. Также система есть наружного отвода воды, когда ставятся парапетные воронки. Вода уходит через парапет и даже дальше наружная водосточная система, которая, во-первых, видна на фасаде, во-вторых, она холодная. То есть ее нужно дополнительно, желательно дополнительно греть, чтобы не было никакого там замерзания и какие-то образования ледяных пробок там и так далее. Очень часто, когда делают проект, вообще забывают про эту ливневку. И, соответственно, единственным вариантом остается только запускать ее через фасад. Но когда сделан проект правильно, продумано все заранее, то, соответственно, можно расположить такую ливневку, которая идет через дом. Ну, в любом случае, это лучшее решение на данный момент. Грамотно выполнен проект и выбраны технологии. Все материалы на этот дом были закуплены заранее, благодаря Александру. Вы можете на его YouTube-канале более подробно все увидеть по плоским кровлям. Александр, спасибо за принятое участие из вашего работы. Спасибо вам за то, что заранее обратились. С вами приятно было работать. Ну и смотрите канал плоскойкровля.ру. Взаимно. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok